20 марта в администрации Скитимского района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Встреча проходила в расширенном формате. В числе участников были главы сельсоветов, представители дорожных служб и МЧС. Тема повестки сегодняшнего совещания касается готовности района к весеннему паводку. Снежный покров в этом году невелик, большой волны специалисты не ожидают. Тем не менее, к встрече вешних вод все готовятся основательно. Главная задача – не допустить перебоев в работе экстренных и аварийных служб, обеспечить безопасность жителей. Не допустить, максимально предупредить подтопление жилых домов, в первую очередь частного сектора, подвалов, многоквартирных домов, где рельеф какой-то позволяет прогнозировать, что возможно подтопление талыми водами. Предупредить, в первую очередь, это отвезти воду от этих мест. Как и в прежние годы, нынче под пристальным вниманием Легостаевский сельсовет, который в период половодия относится к территории особого риска. В случае серьезного наводнения потребуется эвакуировать 356 человек, 81 из них – это дети. Жители будут размещаться в Доме культуры села Легостаева или в других населенных пунктах у родственников. Наши два автобуса по ТП там будут работать на случай эвакуации необходимой. Лодки у нас есть, финансовый резерв есть. У нас есть сейчас оборудование, которое мы тоже в том числе для спасательных постов можем использовать на территории Легостаева. Это те же лодки, говорю, спасательный жилет и тому подобное. В период паводка важная задача возложена и на службу ЖКХ района. Коммунальщики должны сделать все, чтобы не допустить подтопление талыми водами жилого сектора и инфраструктурных объектов. Сейчас важно максимально очистить улицы и крыши домов от снега. На данный момент уже вывезено более 7 тысяч кубометров. Это почти 750 машин. Общий процент выполнения работ на 20-е составляет 96,5%. Работы планируется завершить до 31.03.2018 года. На территории района имеется 9 гидротехнических сооружений. Их подготовка к предстоящему паводку началась еще в прошлом году. Уровень воды в прудах был снижен до минимально возможной отметки. Все организации, являющиеся собственниками или эксплуатирующими, доложили о готовности к пропуску паводковых вод, назначили на ответственных лиц за пропуск паводковых вод. О готовности к половодью отчитались также представители организаций, отвечающих за состояние дорог и мостовых сооружений района. Начальник управления сельского хозяйства Виктор Лоханов добавил, что в случае острой необходимости сельхозпредприятия готовы предоставить дорожникам свою технику. Продолжение следует...